Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 19 октября. Вот смотрите, сегодня я выложила на YouTube, я еще вчера говорила, что выложу, зашла в архив, выложила на YouTube статью, статьи, вот эти, не статьи, а как видеоролики о посадке лука под зиму. И сейчас я хочу поговорить на эту тему, прям соединить. Знаете, у меня были темы все разрозненные, потому что кому-то было нужно посмотреть, как заглублять грядки, кому-то нужно было посмотреть, например, как высчитать дату посева. Но сейчас, прочитав все темы, вы поймете, почему я сделала одно общее видео, сводное. Смотрите, вот первое, так, как выбрать правильно место под грядку с луком под зимнюю посадку. Потом, второе, как определить дату, это тоже очень важно, потому что от определения даты, ну это я потом все расскажу, потом. Как готовить грядку под лук, это совсем другая тема, потому что выбрать место, это одно, а копать и готовить грядку, это совсем другое. Потом, как заглублять посадки лука, это тоже одна большая, огромная тема, от которого зависит вообще успех всей этой нашей операции. Потом, как утеплить грядку. Ну и, короче, смотрите, прочитав вот, даже бегло пробежаясь по всем этим названиям, ясно, что под зимой, вот эти посевы, под зимой и посевы, это очень огромная такая многогранная тема. И вот эти вот пазлы-то, вот их много-много-много, если один какой-то выпадет, то уже все. И я сейчас вот хочу вам сейчас это все рассказать, для того, чтобы вы сели и внимательно подумали, стоит ли вам заниматься вот такими осенними посадками, то есть, стоит ли лук высаживать под зиму? Может быть, это, конечно, для неопытных, для таких начинающих огородников, может быть, вам стоит перенести на весну, потому что весной он более безопасный способ высадки, там уже меньше замерзает, но там тоже есть свои нюансы. Вот я сторонник под зимых посадок, я сейчас расскажу, почему. Смотрите, я нашла вот в этом способе посева очень много преимуществ, таких вот плюсов, вот вообще, которые дают мне очень много. Во-первых, экономится весеннее время, так как я весной очень загружена, там надо не только, как всем оставленным, и грядки копать, и какие-то там планировку делать. Мне же очень рано надо начинать в теплицах высаживать рассаду, все эти, короче, для получения раннего урожая, и у меня получается тот период, когда нужно высаживать лук, он у меня вот так занят, у меня нет вообще, ну, катастрофически не хватает времени. Поэтому это вот самый большой плюс, самое большое преимущество осенних посадок, что я развязываю себе руки. Я уже знаю, ни лук, ни чеснок мне высаживать не надо, я занимаюсь своими делами, все, это первое. Второе. Тут же есть, вчера я выложила на ютуб вот эту статью про огромно завышенную вот эту цену на посадочный материал. Если ядовой чеснок может стоить там 200, у нас 280-300, по-моему, рублей за килограмм, то посадочный материал может стоить более тысячи, представьте, полторы тысячи килограмм вот этого посадочного материала, который головки, знаете, на дольки разделяются, зубчики, это очень много. Ну, короче, непостижимо. И когда я брала в магазине вот этот посадочный материал, этого килограмма его даже на нормальную грядку лука не хватает. Но тут же я опять же выложила видео, где можно вот этими бульбочками, хотя сегодня уже спрашивают, что вот говорят, что бульбочки делаются как горошины, их потом, ну какие они горошины, вот такая бульбочка, она такая же, как этот лук-сивок, она может служить и посевным материалом, но вот это самые мелкие я оставила. Мы все лето сидим на этих бульбочках от чеснока, ой, не на бульбочках, а вот что вырастает с бульбочек однозубки. Не буду на чеснок отвлекаться, отдельная тема. Ну и вот, короче, посевной материал очень дорогой, и это тоже отдельная тема, что можно половинить, половину из зубчиков высаживать, половину вот с этих, ну, переехала все-таки на чеснок. Забудьте про бульбочки и про то, что половина, я про лук. Короче, смотрите, зависит от того, как выбрать место. Это обязательно посмотрите видео начинающее, если вы выберете место где-то вот в тени, у вас не получится лук. Потому что, понимаете, даже один из пунктов, если нарушен, потом говорят, а вот у меня лук под зимой никак не получается, он вырастает или мелким, или невкусным. Я вот начала про преимущества. Вы увидите вот эти все преимущества, которые я сейчас перечислю, только тогда, когда вы выполните все условия, все правила посадки лука под зиму. Начала я, рассказала про время, что экономит время. Потом продолжила о том, что вы можете экономить деньги на посевной материал. И про чеснок вспомнила. Вот смотрите, мы осенью можем посадить самый-самый-самый мелкий вот этот лук, который называется овсюшка. Он весь сивок, но есть сивок такой полноценный, вот такой крупный. А есть лук сивок, вот крошечный-крошечный овсюшка. Овсюшок как-то его называют. И вот эта овсюшка, если кто выращивает сам сивенку, то половина получается крупных, а половина таких мелких, они не долежат до весны. Они все засохнут, и им самое место только в подзимную посадку. Короче, смотрите, высевая вот эту овсюшку, если собственного изготовления, она что, так и так не долежит? Вы ее, когда закопаете, посадите. Если даже весной она не вся взойдет, ничего страшного, туда можно подсадить, всегда весной скорректировать немножко. И вы, покупая эту овсюшку, если вы купите килограмм овсюшки, у вас получится огромная грядка. А весной овсюшки уже нет, она не доживает до весны. Весной только вот такие отборные, хорошие лук сивок, и они выходят очень дорого, потому что с крупных луковиц, с килограммом получается всего полгрядки. Это экономия. Если говорить о качествах подзимных посадок, то тут тоже большой плюс. Лук, который мы высаживаем под зиму, он раньше завязывает головку. Мы можем уже делать прореживание, он уже готов в июне, в июле мы даже убираем уже его. Он более выносливый. Вы представьте, какое испытание прошло с зимой все. Ну, короче, еще раз повторю, все эти преимущества вы сможете узнать, только если правильно высадите под зиму лук. Выбрать место надо обязательно, специально отдельное видео выложила, потому что от выбора места зависит все, только солнечное место, чтобы целый день там было солнце, как бы оно ни крутилось, ни вертелось, чтобы тень не набрасывалась ниоткуда. Потом, что особо отметить, а самое главное сейчас выбрать дату. Тут с выбором даты из-за этого многие тоже посмотрите видео. Если вы берете ран на дату, он успеет и укорениться, и еще выпустит пюре. Это пюре замерзнет зимой, конечно. Лук от этого пострадает, и у него уже по другой схеме пойдет развитие. Если вы садите поздно, он не успеет хорошо укорениться, он должен сильно хорошо укорениться, но не должны выйти пюрышки. Не успеет укорениться, он может подмерзнуть. Опять же, вот глубина. Так, делать грядку тоже посмотреть. Глубина заделки. Казалось бы, ну какая разница, ну как воткнуть эту луковицу. Ну вы смотрите, они же все бывают разные. Есть луковица вот такая, а есть луковица вот, ну где-то маленькая совсем есть. А есть вот такая крошечная. Все. Если вы вот эту луковицу высадите, заглубите так же наравне с этой, на небольшое расстояние, она подмерзнет. Она большая, ей надо больше. Короче, там глубина заделки зависит от диаметра луковицы, напрямую. А если вы малышку вот эту затолкаете так же далеко, как большую луковицу, она весной не пробьется. Она будет очень долго сходить, а слабнет, пока она будет вылазить из-под земли. Потом еще что? Утепление. Это тоже важно. Вот смотрите, я даже два видео сняла, как я утепляю этим перегноем. Я вот эти бороздки, которые сажу, еще сверху вот такие горочки на них насыпаю перегноя. Как бы еще одна такая подушечка на них. Потом я весной вот так разравниваю, промыхливаю. Это и удобрение, и утепление. Сверху я утепляю еще слоем растительных остатков. Но утепляя растительными остатками, вы должны понимать, что долго весной оставлять их на грядке нельзя. Если вы редко ездите на дачу, если у вас, как бывает у некоторых, такие условия, что дороги не пробиты, еще снег. А вот грядки уже растаяли, и вот эта растительная подушка, а лук-то уже пробивается. Она может помешать вам. Перышки вылезли молодые, а сверху вот эта вот трава, которая начинает перегнивать. И вот эти перо у молодого лука может сгнить. Опять же вы испортите жизнь своему дальнейшую судьбу, молодому вот этому луку. Во все надо вникать очень внимательно. И если вы все это поймете, тут достаточно по разу посмотреть каждую тему. Как высчитать там за три недели до заморозков надо, какая должна быть температура. Там все подробно рассказано. Один раз высадите, у вас хорошо получится, вам очень понравится. Вы весной придете, раз траву сгребли, прорыхлили. В то время, когда люди будут высаживать только лук свой весенний, у вас уже будет вот такое перо. И это большое преимущество, знаете почему? Потому что лук очень влаголюбив. Когда мы весной ждем, пока у нас растает земля, пока мы покопаем грядку, пока мы высадим определенной же температуры нам надо ждать для высадки весеннего лука, чтобы он не подмерз. И мы только высаживаем лук, он только начинает, он иногда не успевает укорениться, а тут раз, аномальная жара, вот как у нас нынче. И все, ему будет не хватать. Он верхний слой, вот где он заглублен лук, он будет постоянно пересыхать. И если вы раз в неделю приезжаете, то весной вам сложно будет создать оптимальное увлажнение для этого лука. А первый период, земля должна быть у него влажной. Ему не хватит влаги, в результате вы получите крошечную головку. Зимний лук будет уже вот такой в это время, знаете почему? Потому что ему не обязательно часто вот это увлажнять. У него же корни уже будут вот такой длины. Верхний слой будет пересыхать, а корни подзимого лука будут пробираться уже далеко вглубь. А там будет как раз вот эта талая снеговая земля. Ой, вода. Он будет здоровый, он будет крепкий. На него меньше нападают вот эти насекомые, потому что он сильный. Все. Посмотрите, кто хочет высадить лук под зиму, посмотрите все видео. И сопоставьте свои желания со своими возможностями. Да, возможно вы хотите посадить вот этот лук под зиму. Но сможете ли вы, например, все выполнить, что вот это и срок высчитать хорошо, и утеплить там, и место у вас есть такое. И я еще раз говорю, что, конечно, посевы вот эти осенние под зиму, они сопряжены с какой-то долей риска. Но все, кто высаживает под зиму, все потом научиваются, приспосабливаются и высчитывают дату, и все. У меня ни разу не замерзало, никогда не уходит в стрелку. Всегда прекрасный под зимой лук. Но нужно немножко опыта, один-два раза попробовать. Все, до свидания. Продолжение следует...